Дорогие мои глядачи, дайте я вам сейчас почитаю, в Outriders'е делать всегда, я для вас, я для вас обожаю. Поэтому, друзья, начнем часть с чтения. Ключевые персоны Атара Атума, шаман паксов. Это часть номер 92. Гактаре Матту Хетару твой приход был предрешен. Атара Атума живет в уединении, в простой хижине и боится, что она последняя из своего рода. Слово Атара с языка паксов примерно переводится как шаман. Она кажется личностью загадочной и непостижимой, носит дорогие, но потрепанные временем одежды. Ее лоб украшают странные самоцветы, по-видимому, вросшие в ее плоть. Их предназначение неизвестно, но, возможно, именно им она обязана своим долголетием. Ее дом защищен от аномальных бурь и резкого похолодания, барьером из энергии, которую излучает древний обелиск паксов. Ее дом украшен артефактами с земли, что говорит о ее интересе к культуре людей, о которой она узнала из сообщения с ученым мятежником Франциско Сальвадором. Атума обладает силами, схожими со способностями алиумов, в том числе умением общаться с помощью телепатии. А еще важнее то, что с помощью сил и знаний она сумела возвести вокруг своей хижины защитный барьер из энергии древнего аномального кристалла и обелиска, возвышающегося над ее домом. Атума не может забыть ужасные преступления, которые люди совершили против ее народа, но, кажется, верит в то, что первопроходец сражается за доброе дело. Персонажи теперь снова 62 из 62. Тут уже не будет нового чтива. И посмотрите, друзья, в лагере, после всего произошедшего, завалило к чертовой бабушке выход. Можно только теперь, используя телепорт, перемещаться. Так, на забытую дорогу, правильно? Да. Ну, пойдем. Кристаллы. Атара Атума все же согласилась помочь в долине, но ей необходим исконный кристалл. Она проведет вас в Тарья Гротар, затерянный город ее предков, где спрятан последний исконный кристалл. Я чуть не пойму. А, у нас там не открыт в нулевую точку. Я кликал в задание как дегенерат. И сам этому не рад. Ну и такое случается, конечно. Пришли, да? Да. Тут же оленики где-то есть. Мы хотели проверить, можно ли к ней зайти. Ну да. Давай проверим. Зайти нельзя. Не пускают. Ну, конфет не принес. Не пускают. Идем за конфетами. Да, я помню, у меня в ВУЗе была одна преподавательница, которая очень конфеты любила. Там через конфеты решали лучше, чем через деньги. Но это другая история. Дневник Сальвадора, запись 3. Атара, 12 февраля. Приходить сюда было рискованно. Если командир узнает... Если командир узнает. Но риск окупился с тарицей. Я встретил живую, коренную обитательницу Еноха. Она зовет себя Атара Атума. В своем народе она была священной особой. Откуда ей известен наш язык, я могу только догадываться. Я не сразу понял, какого она пола. По-видимому, ее народ почти не уделял внимания подобным различиям. Не знаю, сколько Атаре лет, хотя она определенно прожила их очень много. Мы люди для нее подобны мотылькам. Я объяснил, что очень хочу понять, как работает барьер, но Атара лишь посетовала, что долго он не протянет. Боюсь, она права. Даже я уже успел заметить, что от обелиска откололось несколько фрагментов. Я видел, как Атара питает обелиск или и тари с светящимся кристаллом. Но в этом древнем артефакте, похоже, почти не осталось когда-то переполнявшей его энергией. Я не смог не задать вопрос, можно ли где-то раздобыть еще таких кристаллов. Но она ответила, что это нам не по силам. Не знаю, верите ей или нет. Атара умна, может даже хитра, но я понимаю, что у нее есть на это причины. Доктор Захеди рассказал мне про Каравеллу, про то, как народ Атары пострадал от рук Монроя. Те люди обращались с аборигенами, как с рабами, как с животными. Ее народ пал, будто листья сорванные бурей с ветки, как сказала мне она сама. По-видимому, паксов почти не осталось или не осталось вовсе. Я могу лишь надеяться, что потихоньку заслужу ее доверие. Я попробую доказать ей, что человечество заслуживает помощи, что мы лучше, чем кажемся. Он же уже Алиум. Он же не человечество, а уже 4 марта. Сколько ужасов я пережил, пока сумел добраться до своей лаборатории, а потом вновь вернуться обратно сюда. Я не хочу даже упоминать о них на этих страницах. Но мне удалось принести Атаре мою небольшую коллекцию культурных реликвий с земли. Книги и произведения искусства, которые за долгие годы собрали для меня изгнанники. Даже банка с последними ирисками, которые моя бабуля подарила мне в дорогу на Флорес. Восхищение Атары этими вещами подарило мне надежду на то, что она увидела, какую красоту способны создать люди. Боюсь, что проведенное с ней время не приблизило меня к пониманию обелиска и загадочных сил и ритуалов Атары. Но я предполагаю, что речь идет о каком-то нейроэлектрическом резонансе. У Атары явно есть внутренняя связь с аномалией. Как будто ее народ за, возможно, долгие тысячелетия сумел приспособиться к ее излучению, но без хаотических мутаций, которые она вызывает у людей. Было бы у меня время, я бы вытянул из нее, как она делает то, что делает. Если честно, я мог бы провести весь остаток лет вместе с ней и узнал бы от нее намного больше, чем узнал за всю предыдущую жизнь. Но, к сожалению, человечеству осталось совсем немного. Когда я вернусь из этого похода, я подготовлю для Авраама сообщение с точными координатами нулевой точки. Может, ему удастся узнать у Атары больше, чем мне. Она столько всего может нам рассказать. Для человечества еще не все потеряно. У нас есть надежда. Франциско. Потом выяснится, что Агст, это ее муж или ее сын. О, ты уже просто приобщился к культуре племени. Тут замечательно смотришься. Ну, в принципе, можно тебя тогда оставить, а я пока до конца игру пройду. Давай. И ты должен все это время без остановки здесь танцевать. Тогда у меня будет баф на успешное прохождение. Такой танец с бубном. Новый скилл у Трикстера. Что-то тут все такое прям синее. Красивое. Ну, оно так красивое. В воду войдешь и сразу в ледышку обратишься. Ты ему не отговорил? Сори меня от ума. Легенды говорят, что давным-давно мой народ был примитивным. Жил в пещерах. Но потом мы поняли Анмалу. Аномалия. Что это? Создает и уничтожает. Отец научил моих предков приручать аномалию, как вы приручили огонь. Они верили, что аномалия приходит из буй. Но отец научил их копать колодцы. Выпускать ее из-под земли. И аномалия дала предкам новые возможности. Выбивилась наша цивилизация. Отрывок из дневника Сальвадора. Отец. Можно было это все и дальше проговаривать. Они общались, я бежал и слушал, чтобы не читать. Но нет, друзья. Это был бы не Outriders тогда. Существа с Еноха. Отрывок из дневника Сальвадора. История тайного города, часть 1. Когда Атара рассказывала мне, как она ушла в этот отдаленный регион и как выживала в одиночестве, она посвятила меня в историю своего народа, своих предков, которые когда-то жили на этой земле. Ее воспоминания были такими яркими, такими подробными, что я не мог не записать их и не собрать воедино. Я хотел, чтобы эта легенда не погибла с рассказчицей. И вот, здесь изложена история потерянного города Тария Гротара, которую поведала мне Атара Атума. Ранние предки Баксов, возможно первые прямоходящие существа на Енохе, были примитивными созданиями. Они жили в пещерах, занимались собирательством и охотой, страдали от редких аномальных бурь, как и все остальные обитатели планеты. Так было, пока их правитель, известный как Отец, не наделил их могуществом, которым до того могли обладать лишь божества из мифов. Отец научился управлять аномалией. Древние боялись, что боги покарают их за дерзость, за похищение священных сил. Но ничего подобного не произошло. По крайней мере, не происходило очень долгое время. Отец научил их приручать аномалию, искать энергетические потоки в недрах земли и строить колодцы, чтобы добывать эту энергию. Он научил их извлекать энергию аномалии, менять и направлять ее так, чтобы улучшать свою жизнь. Отец вывел свой народ из темноты пещер. И так началась эпоха. Еще не все, что ли. Там еще светилось. Ну, в принципе, там еще я храню про запас всегда, потому что чтение должно быть всегда. Да, еще есть Отец. Древний лидер дикарей. Отец. Имя древнего правителя Паксов, который, согласно истории Атары Атумы, стоял у истоков паксианской цивилизации. Если учесть, что паксы бесполые создания, любопытно, что было выбрано слово, несущее гендерный признак. Возможно, это имело церемониальное значение. Я один тут вижу противоречие, когда он говорит, что им недолго нужно было, чтобы понять, что она женщина, и тут же пишут, что они бесполые. Что? Атара рассказывает, что древние паксы были воспитаны отцом из первобытного состояния, когда он впервые стал изучать подземные корни аномалии. И они стали началом сложной цивилизации алиумов, которую он правил. Ой, да. Что-то... Что-то где-то копирайтеры в разных кабинетах писали. Потом даже не встретились вместе на кофебрейк. И потом нам расхлебывать это все. Так. Пусть снег глубокий. А там какой-то завод. Нет, то город скорее. Может, там хоть шаман будет. 17-18. На семнадцатом уровне апокалипсиса. 20-й пропавший год. Минимум. Вершина цивилизации. Акведук. Читаем. У тебя не говорят? Пока говорят, слушаю. Из-за отца. Путь в Тарья Гротар. Вот, друзья, захватывающий геймплей. Два шага сделал, 15 минут читаешь. Два шага сделал, 15 минут читаешь. Длинные галереи ведут с горных склонов к самому Тарья Гротару. В верхней их части проложены каналы, по которым текут потоки воды, во всей вероятности ведущие свое начало от горных ручьев. Если судить по пришвартованным у берега кораблям, каналы этого акведука достаточно широки и глубоки, для того, чтобы по ним можно было перевозить товары и путешественников. А значит, здесь когда-то существовала цивилизация, простиравшаяся далеко... Не поставьте союзников, он мне горит. За пределы горных склонов. Не, все нормально. А, у меня загорелось, поэтому я вперед пошел. Сейчас, Тарья Гротар, секундочку. Все, все по порядку. Ты подставил союзников. Я подставил? Да. Я говорю, мы стояли, у меня появилась картинка. это как можно подставить читая даже самое главное во утра это ты подставил ты подставил не дам дочитать союзникам там нужно появляться дайте дочитать союзникам понимаешь а вот саппорт и написать я не знаю может правда саппорт описать такие тикеты патроли тех я иногда ну ладно это такое фанился так как когда еще в олдов тэнк сыграл когда они начали всякую дичь делать и нерфить там танки которые покупал за реал то у меня уже было полное моральное право подписать веселые тикеты ну ладно я теперь потерял вообще где это вот это все читал я не знаю друзья подставили вот у меня сейчас восемьдесят пять записей и те две которые не дочитал не отмечены как новые ну это вот и енох там внизу в конце да ты прав таре агротала вот молодец молодец конечно союзников подставил надо же как-то теперь заглаживать свое преступление так хорошо а значит здесь когда-то существовала цивилизация простиравшаяся далеко за пределы горных склонов и таре агротал был соединен сетью каналов с другими поселениями причем знаешь это так произошло показали что мой персонаж умер так знаешь на колени встал просто и растекся то есть дочитал до такого что у него просто случился инфаркт и все и просто человек упал замертво так и не дочитал да он это я думаю по пояс самое главное что со мной на записи этого не случилось потому что это не стримы это даже тогда никто не увидит вот если на стриме то еще ладно в наши дни акведук частично заледенел пять бубнят и на его волнах качаются льдины впрочем кажется по каналам все еще можно проплыть и теперь это по-видимому единственный способ попасть в таре агротар тайный город таре агротар пакская шаманка отара тума отправила первопроходцы искать скрытое среди гор поселения которое сперва называла потерянный город а затем таре агротар в появившийся на горизонте огромный город когда-то вырезанный в скалах древней цивилизации судя по всему можно попасть по сводчатому акведуку так сейчас секундочку я просто мне мысль пришла в голову пишу касперу что чтобы шел смотреть уже наше прохождение вот я уже восьмую часть выложил и что там действительно много всего читать как он любит поэтому идет смотрится не участвует так все теперь пойдем место вот где я пал замертво от чтения перебить и дикарей это что-то новенькое если бы они сделали например соберите 10 частей каких-то штук по сундукам и отнесите а таре а туме то это было бы уже все глухало тут все консервативно стандартно и стабильно на протяжении уже 200 часов геймплея друзья в стиме перевалил наш геймплей за 200 часов это не надо меня резать меня скелет хотел порезать это уже диабло какое-то получается вот этот какие у них лодки сейчас не добью как он туда вперед шаман охотник охотник просто вел себя как шаман пугал брал на фон тушите свет вот рыбу ловите ребят запрещено красной книги нет но может зеленая есть так последний и пойдем лодки покажем этот не хочет воевать он просто хотел уйти домой пойдем да вот справа с ней он погоди видимо бегут вот эти которые да ну большие поражаете они в москве колесик они могли хотя бы что то сделать не по подобию человеческой цивилизации а вот тоже да просто на енохе где-то факсы делали все так же как люди ну взяли бы например сделали у них лодки вертикальными как бутылка вот как в бутылке например плавает послание а у них такие лодки были бы ну к примеру я просто уже говорю какие то абсурдные вещи потому что вроде иная цивилизация но такая я и по внешнему виду тоже думал что то там органы обоняния там и сделали еще но они вон аномалии умеют управлять но начальник порта интересует эти развалины да мне в вознесенске по высоте начальник порта ризаир слушаем пока их с помощью аномалии отец давал своим людям великую силу ты называешь их дикарями но когда то войны отца были алюмами такими же как и ты начальник порта ризаир я проникнул в город на их баржи сундук этот военачальник племени дикарей вооруженный подобранной где-то мини пушкой нашел где то наверное там в ящиках портовых был обнаружен на квиду китаре гратара где он жил среди останков своих жертв некоторые кости украшавшие его доспехи были очень похожи на человеческие возможно когда то он встретил и перебил отряд людей в городе паксов или даже на каравелле судя по всему после этого он как и другие дикари пришел в город паксов по зову древние силы или инстинкта иду до сундука показывает здесь вот здесь вот угу тут что то жертвы не кто этот разжег все да может да может сигнальный огонь какой-то маяк дрова откуда здесь дрова я ни одного дерева хотя да там были замерзшие были но именно здесь деревьев нет сюда видимо доставили вон а дэв учится летать еще один верстак но протискиваться смотри нужно ночняк вон там катамаран рулит смотри какой несется аж ветер за ним дрифту это видокол но это хотя бы немного какой то да вот как раз и начал мату и брату мамат кунэм я вот этот начал их критиковать и они тут немножко сделали да отличный но это наверное такой же как этот агбак по скидам кожевник да красав рассрог а там еще сзади один давать сначала этого супер эмбовый адеп задает тревку просто до того как мелочек успевает при прибыть на подкрепление но мелочь мне сейчас уже очень нужна хотя могу не успеть не успел но это плохо это ужасно омерзительно хотя а со скелетиков когда убиваю в виде скелетиков не прибавляется попробуй а по-моему прибавлялись раньше не знаю я так чтобы ошибаться стал с трикотунчиком ставлю-ка я не поставлю-ка я пока не добьем древние дикари корсар то что нужно чтобы откатить скилл ой-ой-ой-ой-ой-ой что мутировавшие рупп мутировавшие представители инопланетного народа что ж такое а паксов Те превратили тысячи своих соплеменников в дикарей, чтобы выпустить на волю глубоко скрытую в факсах ярость и агрессию, потому что надеялись спасти свой народ от геноцида, устроенного Монроем. На данный момент мы считаем, что факсам удалось обратить эволюцию вспять и превратить себя в первобытных предков. Дикари лишились памяти о том, кем были раньше и как появились на свет, но судя по всему, их все еще притягивает Тарья Гротар, где когда-то жил их народ. Согласно легендам об Атаре Атуме, давным-давно отец подчинил себе аномалию и превратил армии своих воинов в существ, подобных алиумам. И хотя те прародители и были больше похожи на своих потомков дикарей, чем на цивилизованных паксов, все же они обладали силами, похожими на силы алиумов и другими способностями, не свойственными нынешним дикарям. В наши дни дикари бесцельно бродят по тайному городу, направляемые первобытными инстинктами, а может и потухшими воспоминаниями о древних легендах и балой славе своего народа. Возможно, они чувствуют эхо сил отца и желают вновь их обрести. Сейчас. Ага, далее. Удерживайте, чтобы переместиться. Ну, давай на вот этом катамаране. Как в пиратах Карибского моря. Вдвоем с ним не сладить, даже из гавани не выйти, понимаешь? Но вот там если... Это мы его завокачивать будем. Да, с руками ш... Это ж проблема, что ли. Вот тут этот сундук открыл, что-то тут вещи лежат. Ты же сообщаешь, что тут выпад прошел весь порт. Атария, Атуми, Атуре, Атами. Так, тут пропасть. Как так может быть, друзья, здесь... А, ну, это к веду к темпу, да, понятно. Что здесь вода, а там пропасть. Не протекает же нигде. Как мы будем разворачивать? Ну, давай посмотрим. Ты флажок поставил? Да. Тогда поплыли. Поплыли. Давным-давно, еще до того, как появился этот город. Развернули. Руками я же говорил. То, что он увидел, напугало его. Он перекрыл тропу и запретил почти всем... Вот это камень. Каждый раз он уходил все глубже, а возвращался с новыми знаниями и силами, которыми делился с народом. Здесь он построил дворец, а они высвели вокруг город и стали могущественнее, чем прежде. Но великая сила ослепляет. Он на бензине работает или на электричестве? Ну, это... Ногами вращать нужно. А, ну, как катамаран, точно, точно, да. Так, новое задание кристаллы. Надо очковое вознесенское сейчас распределить по новому заданию. Посмотрим, что там. Перебить всех дикарей, наверное. В этом регионе новых записей нет. Да, вижу, вижу. Заброшенная гавань. Просто заброшенная. Давай-ка, Вознесенск улучшим. И повысим, допустим. Допустим, допустим. Еще прочность брони. Бьют очень больно. Подойдите к городу. Идем. Может быть, в этой области и сундуков нет. Но даже хотя и с тебя не есть, в них все равно ничего нет. Интересного. Отрывок из дневника Сальвадора. Ты же забыл, да? Да не забывай, что два шага сделал, 15 минут читаешь. Итак. Отрывок из дневника Сальвадора. История тайного города. Часть 2. Слова Атары были пронизаны скорбью, когда она рассказывала о том, как отец жаждал власти и знаний и никогда не мог ими насытиться. Он скитался по планете и отслеживал потоки энергии в ее коре. Возможно, для того, чтобы найти источник аномалии, понять, откуда она взялась и изучить ее пределы. Однажды, высоко на горе, которая в итоге стала столицей древних, отец наткнулся на тропу. Пройдя по ней, отец сделал открытие, которое привело его в восторг и навсегда изменило его народ. Что он там нашел, осталось загадкой, а тропа была объявлена запретной для всех, кроме его личной охраны. Но его народ был рад уже тем силам, которым он с ними поделился, которыми соплеменники даже не смели спросить, откуда они взялись, не говоря уже о том, чтобы сомневаться в намерениях отца. Отец выстроил себе дворец на вершине горы, а вокруг дворца рос и процветал город. Многие приходили в Тария Гротар, чтобы вести торговлю, изучать технологии и стать частью цивилизации, подобных которой этот мир еще не видел. Но пусть отец и научился управлять аномалией, контролировать ее никому не было под силу. И чем больше высвобождалась аномальная энергия Хаоса, тем более нестабильной становилась аномалия, тем суровее бури на поверхности планеты. Недолго осталось до момента, когда Хаос начал захватывать Енох. Противники. Корсар. Гордый воин-дикарь Корсар или Кайра на Пакском. Это очень важно. Вот эта деталь, друзья, без нее, наверное, мы бы вообще не поняли смысла. Вооруженный парой топоров и метательной глефой, научился плавать по рекам и каналам Тария Гротара на грубо построенных лодках. Корсар предпочитает атаковать врагов с расстояния, но представляет не меньшую опасность. И в ближнем бою, когда наносят мощные удары, способны сокрушить любого противника. Я пока все читал это, думал, насколько успешных, интересных, классных шутеров было создано до 2021 года, пока не вышел Outriders. Я не знаю, создатели вообще ни во что не играли хорошие игры. Можно там взять какие-нибудь даже с PlayStation 1, там есть чему получиться такое впечатление, что они просто какие-то команда молодняка, которые просто ни во что не играли хорошие, закончили свои учебные заведения, научились красивую делать графику и сразу... Они, наверное, под заказки, скоро у них сделали шутер с элементами RPG, и навербовали музыку, они удовлетворили, а не удовлетворили, а не удовлетворили, а не удовлетворили. Бывают такие ситуации в компаниях, знаешь, когда новое руководство пытается применить какие-то лекала, которые были в предыдущих местах работы успешными, с новым командам, и это получается полный бред. Например, да, вот в компании увольняют какого-нибудь там старшего менеджера, тем линда, у которого есть там 20 человек с командой, приходят новые, и они уже над каким-то проектом работают, а он до этого работал в другой компании, там тоже какой-то проект реализовывал, была у него там определенная парадигма, в которой он действовал, и вот он приходит, и как бы команда уже сформирована, они что-то делают, и он пытается вот то, что там было успешно, применить здесь, хотя оно может совершенно не подходить, настаивать над этим. Вот тут кто-то пришел, который уверен был, что если он напишет много уникальных текстов, то он, безусловно, приведет проект к успеху. Ну вот, и силой насадил, может, пацаны и не хотели, понимаешь, но уже сделали. Ну, проще, какие только мысли не лезут, но все, это одна большая, одна большая неудача. Там снаряда, смотри, взлетят. Да. Там подстрел, он видишь, какой-нибудь там. Да. И все, из катаккульт, по нам двоим стреляют. Ну, это как из муки, по мухе из базуки болит. Можно, в принципе, когда-нибудь можно попасть. Еще и корабль, в трехвое. Да, это новый катамаран, дальше будем привести, ноги надо накачивать. Вот, пацаны трехвые, в берсерке. Они лютые, у них силы много, как-то раскрутить педали. Надо было их взять, в плен, пусть бы они крутили. Вот я помню, как на корабле прибыли паладины в бочеку. Вот это было событие, вот это было интересно. А с этим кораблем, такое. Не надо впадать, но... Может быть, как-то в этой части сильнее в спину начали стрелять. Там не в DLC, так скидом не жарили. Прям сильнее. Хоть бы уже сделали реально учет того, сколько противников было убито, и сколько урона в сумме было нанесло, чтобы пацаны хотя бы могли на циферку посмотреть и как-то друг перед другом себя порадовать. Поскольку больше ничего не радует. Я жду, когда мы отправимся дальше. И да, по поводу того, что ты говоришь, записи нет. Записи нет, но мы сделали два шага, и автоматом добавилась запись. Просто тоже, наверное, уже было понимание, что если они раскидать эти листовки, их на этом этапе уже никто не будет искать и собирать. Как нечто совсем не... Смотри, как колесо обогащается. Да. О, может сейчас бомбочки заглянем сейчас. А ну-ка, давай. Так вот, полисовкам как нечто необязательное. И поэтому они принудительно вот так вот прям закидывают сразу в дневник уже. Давай. Даю, даю. Нет, что ли? Не в этот раз, да? Не хочет, да. Ну вот новый спален, почитаем, погнила. Да, он по виду очень сильно отличается от предыдущего. Ну вот такой же, только без меха, видишь. Это как кошки-сфинксы и есть такие, знаешь, без шерсти. Ну да. Попа тоже проходит критически иногда. О, он этот. Намогник покарал. Это он содрал или ты содрал? Он содрал. Он еще сзади к нему подходишь, легаться начинает. У меня вопрос, кто ему этот намордник надел. Не сам же он себе его надел, правда? Да. Есть хел? Нет. Такое дополнение, что даже хилы нет. Живи-живи. Первобытный, самобытный. Скобочках нет. Даже мелочи не выходим. Да, но это просто уже, как сказать, где бежитки прошлого. Мы же уже прошли это остановление. А тут должно быть что-то новое. О, цепи. Не в силах разорвать. Он как-то скелетиком наполовину становится. Голова нет. Я тоже слабил. Я тоже слабил ноги в скелп. Думаю, как какой у него череп, а оно не показывает. Нет, он эхо голова-то у него черепом становится. Задние ноги не становятся черепом. Что-то я заглючил в досках. Конец. Все, меня выкинул. Из досок, как будто. Мне тогда просто раз пришлось перезапускать. Так, ну артиллерия, это катапульты продолжают болеть по муке. Из досок, новой записи в дневнике нет. Кстати. Так у нас еще бой, наверное, не закончился. Может быть, приподнять? Давай. Начняк. Нет. А он в этот раз откидывает. Наверное, тут везде будет откидывать. Что вы здесь встали? Пробождаем судам. Что заходит это? Как-то спали там, что ли. Я не так. Ребят, совсем опаздывают. Берсерки, которые опаздывают, это как очень странные берсерки. Наоборот, первые должны бежать. О, еще одна лодочка. Прикола. Тут целый флот катамаранов. В аренду. Дайте нам. Мы уже этот варенду взяли на час. Еще этот. Тут ведь можно было сделать целую расу каких-то морских существ наподобие перфора. Вот, например, когда... Смотри, правда внутри, видишь, сидит. Говорит. Да. Когда в Warcraft встретим, там во Фроузен Троне взяли и сделали нагар. Добавили. Очень круто, целую расу. Здесь проще просто было тех же дикарей поставить. Все, гореть и гореть еще. О. Все, уход был, он меня пересстреливал даже прям. Мой ванкерит был слабеющим его атакам. Хотя, может, кто-то есть еще помогали, не знаю. Жаль, что мы поиграли больше двух часов, а то можно там было возврат денег запросить в стиме. Ты, кстати, хоть раз делал не то, что у вас вообще нет, не делал. А что ты спросил? За дополнение тоже возвращают. Ну, конечно, это отдельный продукт. Но я возвращал пару раз, но это долго происходит. По крайней мере, это давно я делал, но в моем случае там это около недели било. Сейчас может быстрее. Ну, как, мне возвращали деньги, получается, не по моей инициативе. О, интересно. Да. Так, а как это произошло? Ну, когда вот эти отменили международные переводы. Я за несколько дней до этого киберпанк купил, поиграл в него там часов 8-10, а он мне потом средства удалось возвращать. То есть, у меня в стим-аккаунте пропал этот киберпанк. Да, понял, понял. Тут какой-то приверженец, типа новый шаман. Ну, это обычные лороки, причем. Ну, да. Ну, они летают там, может, бандуются. А, какой-то капитан среди них тоже есть. Ну, они, причем, убегают еще. Ну, они... Мне за ними довольно как-то это, проблематично гонятся. Я стоял просто, насстреливал. Есть хил? Да. Нет. Или да. Я дал хил или нет, вроде? Я не знаю. Да, ну, по-моему, вот я только начал катываться, наверное, не пидал. А кто-то он обстреливает сверху, не надо этого делать. О, тут как сад еще. Сейчас иду. Корсарчик. Я помню, игра была такая браузерная, Time Zero. Я довольно плотно в нее играл на первом курсе. И там была профессия Корсар. Сложно было получить. Очень сложно. Но она была классная. Так, кто там заливает? Вещи пособирать не даду спокойно. Тут еще что-то где-то. Подмышку купишь? Снайпер? Да, подмышку свистит, но... О, тебе попал. Я прям видел, как из подмышки кровь брызгнула. На видео посмотришь. Что-то еще. Или кончились-то? Что-то... Привет, Женец. Ты тоже обрадовался, я вижу, да? Да, вот это уже интереснее. Потому что они довольно толстые такие были. Эти безумные, будто призрачные существа, кажутся полыми и опустошенными аномалией. Возможно, они все, что осталось от древнего ордена приверженцев, упомянутого в текстах, разбросанных по Тария Гротару. Этот орден следовал учению отца, но затем их поглотила аномалия. Может быть, это произошло случайно, а может, согласно плану. В бою приверженцы маскируются и поют загробную песню. Что-то я не слышал песни. Пробуждающие сильные аномальные искажения, которые разрывают на части все, к чему прикасаются. В случае опасности они пытаются ослепить напавших и сбежать в безопасное место, где смогут продолжить песнопение. Почему загробные? У них что, тоже в гробах хоронят? Они же другая цивилизация. Так, я тут сундук нашел. Иду. Даже у людей есть разные способы погребения. Кремация, бальзамирование. Ну, не только гроб и прочее. А у них вот загробно. А в нем, ты не поверишь, нагрудник первопроходца Еноха. Смотри, тут пиво варили. Да. Это пивоварня. Вот, видишь? Да. Пойдем. Так, тут опять верстак я вижу. Где-то внизу. Хотел показать, но туда еще надо попасть. О, еще сундук нашел. Бегу-бегу-бегу. В общем, он где-то там, друзья. А это тоже сундук. Сейчас всего годочку. Пополнение, и то пополнение. Там мало в одном месте. А тут... И вот. Там же и сундук еще, который этот. Подойди, пожалуйста, ко мне. Смотри. Раз. Пополнится. Два. Пополнится. И три. Пополнится. Значит, че ж так мало на одном квадратнометре, а? Ну, это, наверное, бой был тяжелый. Кто его знает. Ну, мы только что его прошли, не тяжелый он был. Ну, да. Учитывая какие-нибудь экспедиции с Молохом, боссом. Где нет... Где всего одна пополняшка. О! Желтая вещь. Нет свободного места. Ну, и все. Я, смотри. Берет не показывает. Черт с ним. Пусть себе лежит тут. Беретики. М-да. Ну, хоть апокалиптический. Конечно, нет. А вот такой берет. Идем. Идем. Вторая города. Ну, это отдельная локация, прям. Катума. Расскажи мне про этот кристалл. Исконный кристалл. Первый кристалл, который отец принес со своей тропы. Он подарил его своей дочери, своему единственному ребенку. Он ее обожал, но дочь хотела, чтобы ее народ выбрал другой путь. Снова обрел равновесие с аномалией. Отец обещал, что этот кристалл даст ей силу исцелять и чинить. Это что вообще тут за устланная розами просто лестница? Это как Артас вернулся, когда там победил всех, а когда уже Фростморн начал влиять, он в Ордерон вернулся, и там так было. Или когда... С помощью кристалла она создала обелиски над колодцами отца. Да, дочь принесла, что они в связи с городом и аномалией. Но, когда долго добились до вершины Тарегра, там спрятан исконный кристалл. О, или как когда Мулан победила Шанга и вернулась в город в мультике, тоже там усыпали все. Но у меня вопрос был один, как он открыл эти ворота. Ты видел, да, какие они по размеру? Ну да. Ну, после того, как он еще их за собой закрыл, уже вопрос отпал. Древняя провидица, дочь отца, его единственное дитя, была почитаемой духовной наставницей огромного культа. Она была голосом неповиновения, постоянным напоминанием для отца, что применение сил аномалии ведет их народ по пути хаоса. Чтобы задобрить дочь, отец принес ей мощный артефакт со своей тайной тропы. Исконный кристалл позволил дочери и ее последователям возвести обелиски и на время стабилизировать аномалию. Вот еще, впрочем, что-то висит и очень хочет. Давно уже. Дневник Сальвадора. А то будет потом неактуально. Язык паксов. Кажется, это попытка Сальвадора составить словарь древних пакских слов и символов. Ну давай выучим, это наверняка нам в игре пригодится. Может какая-то головоломка будет с этими словами связанными. Рука протянутая указывает направление. Этара. Здесь или сейчас. 7А. Символ в виде буквы ВИ с неровными краями. Слово неизвестно. Дельта реки или долина. 7Б. Длинные узкие линии. Символ для слова Этары обелиск. 7В. И рук Этары. Королевский обелиск или Великий обелиск. 8-12. Что за хаос как символы Р? Наверное, какая-то картинка должна была быть к этому дневнику. Я не знаю. Но идет 7А7Б7В, а потом я решу. Не 8А, а 8-12. Что? Неизвестные символы. С 8-й по 12-й символ, да? Ну, может быть. Может и так. А, да, да. Я вот сейчас прочитал. Не составленный из буквы Фаида. Предстоит еще много работы. 13АНМАЛА. Аномалия. А будет АКСТ здесь или нет? Меня поражает сходство. Также слово Паксов напомнило в латинский. Анима значит душа. Тарья Гратар. Город Паксов и древняя столица. Анима? Анима значит душа? Ну, тут да. Ага. Древняя столица тысячи лет назад. Буквально переводится как красивый и сильный. 15А. Хитару. Термин, обозначающий людей. Буквально чужак-странник. 15Б. Пакана. Слово, которым Паксы называли свой народ и друг друга. Одновременно брат и сестра. УД и НУХ. Соответственно, да и нет. Важные составные элементы. Ну, есть УЛАН УД. Значит, УЛАН НУХ еще должен быть, получается. АТАРА. Шаман или жрец? Мудрый Пакс. АТУМА. Жизнь предводительно подтверждена. При этом АТУМА. ХУМ. Это смерть. Все. Просто забудьте, даже не открывай больше. Пойдем дальше. Давайте, друзья, посмотрим, понадобится ли нам эта инфа практически в прохождении. А пока что зачистим рынок. У нас новое задание. Стоит наверху наверно сундук. И летку. Разваленная лестница. И что? Что здесь трудно перебраться? Раз-два и пошел дальше наверх. Нет, надо обходить, блин, полгорода. Это нельзя понимаешь. Ну, только вот здесь сундуками с пополнением патронов может прыгать. Ну, поскольку там их было три, то здесь ни одного. Закончились. Продолжение следует. Только укрытие на этой локации. Ни одно не использовал. Нет, я не иду. Я подумал, что этот приятный такой дерзкий, вообще ногами вперед запрыгивает. Убил тебя, нет? Нет, вот, а он не. Удивил. Я имею в виду, что мне нужно к ним подбегать. Убил, ты ж на скиллах чисто. Да, это, кстати, новый. Все этого не классовый, этот не классный набор. Это вы не классный набор. Хорошо. Собираем. Ну, как этот демон Максу. Дверь не откал. Ножкой. Все новое. Хорошо подбегает старое. КОНЕЦ Я не знаю, зачем Square это издали, потому что это для меня было просто идеальная компания, разработчики Впервые просто эта эпатация приняла на себя чёрное пятно, понимаешь? А у них, причём, они же ещё и сдавали по этому, по стрелам галактики Это бы боёвка как в 15-3 Final Fantasy А там наоборот, да, хорошая получилась, и они её плохо подвигали Ну вставай там Ну что же, почитав, сборщик налогов, в новую подачу Папа, да, поубивав сборщика налогов, у меня просто горяченное вообще желание, пламенное, неуёмное, качаться здесь до 40-го уровня апокалипсиса Чё-то не дали, по-моему, сборщика налогов, отрывок из дневника Сальватора Отец Ой, чё-то Сейчас погугнят Сейчас погугнят Он был так увлечён видениями о начале и конце всего, что лишился рассушка Когда он закрыл двери своего дворца Началась борьба за власть Повсюду был хаос, повсюду шла война Дочь умоляла отца спасти народ Но он не стал Оставалось одно Она обняла его, заплакала А затем воткнула клинок ему в спину Отца похоронили в гробнице А вместе с ним и его обещания Сейчас я подожду чуть-чуть, потому что бывает так Знаете, она закончится через 5 секунд А почему он об этом сам не знал? Какой-нибудь, знаете, от нашего героя Ну ладно Существа с Еноха Отрывок из дневника Сальвадора История тайного города, часть 4 Отец заходил всё глубже по тайной тропе Совершал долгие походы в сторону ядра аномалии По словам Атары, с каждой вылазкой он был всё сильнее Держим странной энергией Я слушал рассказ шаманки и легко представлял себе отца Которого мучили видения прошлого и будущего Голос в его голове постепенно сводил его с ума Пока безумие полностью не ослепило его Ты сундук нашёл? Да Лишившись наставления отца Высшие круги города попытались заменить своего правителя К этому времени древним были подвластны мощные и пугающие силы Некоторые умели управлять землёй под ногами Другие огнём Третье пространством и временем как Алиумы Появившиеся среди нас Древние разделились на несколько благородных кланов Члены каждого из них повелевали одной из основных стихий Они создавали ужасное оружие И пользовались бокоподобными силами Которые едва понимали Долгое время благодаря стараниям дочери Держался хрупкий мир, но потом ему пришёл конец Равновесие, за которое отчаянно боролась дочь Распалось в мгновение ока Споры привели к беспорядкам на улицах А беспорядки к открытым сражениям В которых древние боролись за власть в столице И за контроль над её армиями Войны разгорались и люди позабыли идеи дочери Никто не поддерживал работу обелисков От которой зависел баланс в мире Вместо этого их использовали для того, чтобы усиливать войска И разжигать огонь в кузнях оружейников А бури становились всё опаснее и опаснее Дочь умоляла отца остановить это безумие Вернуться к людям и положить конец войне Но отец думал лишь о своей тайной тропе И она боялась, что он принесёт с неё Лишь новое зло У дочери не было выбора Она в последний раз обняла его И вонзила кинжал в его спину Здесь Атума была вынуждена прервать А рассказ от переполнявших эмоций Её заметно трясло И я решил проявить терпение Так, ещё Отец Древний лидер дикарей Вот, хотелось посмотреть Уже дополнение есть Отец Имя древнего правителя Паксов Который, согласно истории Аматары Атумы Стоял у истоков Паксианской цивилизации Как смерть какая-то выглядит Лич Нежить Если учесть, что Пакси Бесполые создания Любопытно было Да, да, да Это я читал Вот это Со временем Отцом овладела одержимость аномалией И её тайнами Он был готов покрыть поверхность планеты Глубокими колодцами Из которых можно было бы добыть потоки аномалии Его народ процветал Но у обретённого могущества была своя цена Климат на планете становился всё суровее Несмотря на предостережения дочери Отец копал всё глубже Пока его народ воевал за контроль Над найденными им силами В конце концов дочь убила его В попытке остановить войну И спасти планету Но было уже поздно Он погиб зря Бури, высвобожденные отцом Пронеслись по планете Сметая всё на своём пути Мне даже не надо идти к сундуку И собирать Всё равно всё автоматом собирается Так что Пойдём-ка мы К ремесленному кварталу Мы уже у цели почти Ещё раз пару зачисток произведём Вверху статуи Статуи для секретного босса Почти А Вот эти Ну да Опять По пояс в снегах Хочешь быстро забежать Не выйдет Не выйдет На самом деле проще было там Перелезть всё-таки по той лестнице О Мы на неё и вышли Вот это Поворот Вот это Получит сундук Здесь Ммм Рот просто Сундук Сундук Я не пойду Ещё был Да я видел же Я не пойду Я вещи всё равно соберутся Поэтому Побей Чем Побейте Побейте Сторожей Так мы сделали два шага Значит надо читать Не исследованный север Гробница отца Величайший из древних предков паксов отец Был похоронен в огромной гробнице У подножия его колоссальной статуи Как и фараонов в древнем Египте Современники считали отца настоящим божеством А смерть его земного воплощения Крайне значимой для мира трагедии Я вот посмотрел на гробницу Мне что-то так в пятнадцатую финалку захотелось поиграть Она такая хорошая по сравнению с Аутрайдерсом Так что Наверное Тоже продолжится Прохождение В ближайшее время Друзья там уже Сто тридцать плюс частей Есть на канале Пожалуйста с первой Смотрите Если кто-то еще вообще Досмотрел до этого момента В Аутрайдерс Самые стойкие Типа Игорехи Пикчерс То Ну Игореха и так финалку смотрит А вот Еще другие Подписчики Пожалуйста смотрите Там поинтересней Гробницей для тела отца Стало внушительное сооружение По-видимому Вырезанное из скалы Лучшими мастерами Способными управлять аномалией Без сомнения Долгие годы После смерти отца Его усыпальница была Или не была Внушала страх И благоговение Здешним жителям Отца похоронили Вместе с Исконным кристаллом Который он подарил дочери Возможно она не желала Больше хранить его Оскверненный дар Может быть так Она решила наказать его За то что он Забрал с собой В мир Иной всю планету А может быть кристалл Положили в гробницу Отца И отца его последователя Чтобы он не гневался В момент своего пробуждения Из мертвых Из-за того что считалось Великим предательством дочери У меня к тебе дружеская просьба За мой просто уже Уставший язык После того как мы Эту часть запишем Пойди отрицательный отзыв В стиме оставь пожалуйста На дополнение А я не могу Но если ты проиграл Больше двух часов То должен Должен А ну Я основной Основной я тоже Уже поставил А вот этой Я сегодня Тоже написал Отрицательный И там Количество Отрицательных растет Все таки хочется Чтобы их было больше Ну Что Хорошо же написали Напиши что ребят Пострелять Как и кем нет Почитать Тексты же не повторяются Хорошо же написали Или напиши Ставлю минусы За Отсутствие Нормального количества Текста для чтения Очень мало Текста для чтения Хотелось больше Ну Придумай что не вкусненькое Варианты на самом деле Семенеров Тут вот этих всяких Капитанов Много там Как сразу еще пришел Нам надо вместе Сопоряться Ну давайте Беремся там Стаканчики доставай Сейчас огурчик Быстренько подъедут Красные поставили Да Да Красное достанем Полусухое Все нормально И Еще Да Давай Давай О Сейчас я лягу прилягу И Умру Как скотина И Я встану Сейчас Сам Пока не лег Одесс Хватит Со спины резать Задрали В той Части такого не было Реально со спины Погалбывают Конкретно Убей этого Шамана Помоги мне Уздоровление Делает Наоборот Надо Заболевание Делать Командо Он Мой Вей Служик все не влазит Вещи Или что-то еще Влезает А А Теперь Ты Постой в заморозке Я поставил Теперь Ты Вещи Нападал Ну да Лучше б Позже дали Ух Че 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 Так Ставить Отрывок из дневника Сальвадора Дочь Побольше О Отлично История тайного города Часть Часть 5 Что-то Добугнят там Жизнь В пещерах Без насилия И войны Выстроила обелиски Заново И восстановила Равновесие На Енохе Итак Дочь Стала Матерью Паксов Да Тысячи лет Мира Пока Твой народ Не пришел И не убил всех нас Почему ты мне помогаешь Скоро Узнаем Почему ты мне помогаешь Потому что ты там истерику у нее в шалаше устроил Она сразу тебе сказала Что уже ничего не изменить А он там начал Что надо попытаться хотя бы А теперь почему ты мне помогаешь Логика просто Так же как То что он определил Что она женщина Когда она бесполая была История тайного города Часть 5 Заварив чай И подбросив дров в огонь Атара решила закончить свой рассказ Кажется ей понравилось Что я записывал все ее слова И она не хотела Чтобы история осталась без финала Дочь думала Что после смерти отца Она сможет на правах наследницы Получить власть Покончить с войной И спасти ее ног Но было слишком поздно Она потеряла И контроль над аномалией И уважение кланов Они прогнали дочь И ее последователей из города Дочери пришлось бежать И уводить своих товарищей Подальше от столицы А за ее спиной Разгорались сражения Бушевали бури И все кто остался в таре Гротаре погибли Но дочери и ее последователям Удалось выжить в диких краях Они вернулись К примитивному образу жизни И укрылись от бурь в пещерах Она научила их жить Без гордыни Без жадности Без злобы и насилия Которые и погубили цивилизацию древних Она использовала Старые кристаллы Которые забралась из города Чтобы Возводить обелиски Для новых поколений Атара Поведала мне что Мало по малу Поколение за поколением Ее предкам удалось успокоить Бурь и вернуть Себе земли еноха Они научились использовать Аномалию В мирных целях И сопротивляться соблазнам Которые приходят С большими возможностями Они стали народом паксов И целую тысячу лет Наслаждались жизнью в мире Пока однажды на планету Не прибыли Монро и Каравелла Друзья Хочется еще Знаете на что внимание обратить Мы час там где-то да Сейчас уже играем Смотрите доступ стоит открытый Но Не видно наверное за вебкой Но тем не менее За час К нам не присоединился Ни один человек Это не потому что С нами что-то не так Это потому что Просто Не играют Надо было в этой связи Сделать Побольше ачивок Коллективных Что пройдите компанию Втроем там и И прочее Чтобы Еще не ачивки никто не мог взять Открываем Давай Надо мне сейчас инвентарь почистить Не забегай Такого не было Что руку ложишь Вот этот камушек откатывается Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо маску из полина мы угробницы честно на 5 босс будет кашки можно бить но не нужно зашел ну бегу что в этих горшках нет нет вот свечки откуда откуда тут свечки но просто подросток да нет вопрос в том что свечки это оказывается изобретение пакса а люди уже после них начали это делать изначально ведь пакса свечка придумали ну либо это все этот там сальвадор принес сюда я не знаю кто еще весь свечной запас который на каравелле был так много будущих она уже здесь а так можно было можно было тогда этот кристалл поможет мне не идти хватит еще на один и тары поспешим нам пора эти врата ведут к тропе отца вы не спускались не знаю что там прет и не хочу знать врет чем глубже он копал тем глубже анмала проникала в его разум там только бой только безумие экспедиция на голову и будут так пойдем вероятно нашу да так куда кто и что правит вами в город в ущелье широ правит а людей травят прошел 31 год с тех пор как мы начали проходить аутрайдерс а мы все еще не дочитали вести тексты которые здесь есть истерики какие-то широ опять на подвал отвезли похоже кристалл обвиняют похоже может быть может быть так сейчас грань очков парса вдали так стены защищают нас защищает оба думу обязательно я уберегу и а за хейди здесь нет за хейди вот стоит стоит себе спокойно как он тут никого не защищает сидит на перекуре просто начали так давайте очку паксов значит поставим друзья в первую очередь записи в дневнике две новых есть что уже радует и у вас есть и вот этих следующих следующих следующую часть посмотреть цели грань вы вернулись в город в ущелье с исконным кристаллом и отумой которая на встрече с вашим настояла на встрече с вашим лидером но на месте города вы нашли лишь руины и армию жестоких чудовищ вы должны защитить стены и отбить атаку полчища монстров очко паксов там теперь дальше продвинуться можно это хорошо но пока что вынуждены брать только вот это а вот следующие два должны быть по крайней мере повеселее но этого не скажем следующей части вряд ли она будет повеселее но хотя бы там еще есть что почитать поэтому ждем вас всех следующей части и файл фэнтези 15 все таки посмотрите с первой частью в москве